Еще один сюжет программы культуры национальное достояние и он будет посвящен предстоящие ближайшие дни афиши Астраханской государственной филармонии и недавнему концерту Снегурочка. Снегурочка. В концерте приняли участие Оркестр русских народных инструментов имени Вячеслава Махова, дирижер Елена Серединцева, камерный хор Астраханской государственной филармонии и хор студентов Астраханской консерватории, руководитель Татьяна Рекичинская, солисты филармонии, а художественное слово Сергей Кичигин и Ангелина Степанова. О спектакле и предстоящих концертах филармонии мы беседуем с художественным руководителем Натальей Долгих. Вот только что, буквально несколько минут назад закончилось, на мой взгляд, масштабное представление, проект, я не знаю, как это даже назвать, потому что на сцене это огромный хор, хор Астраханской филармонии и хор Астраханской консерватории. Это оркестр русских народных инструментов, это солисты, и, конечно же, это все звучало мощно, и люди это оценили, люди ушли воодушевленные. Давайте об этом концерте несколько слов скажем. Итак, это Петр Ильичайковский, это Островский, ну и, конечно, Астраханская филармония. Да, совершенно верно. Как только мы узнали, что планируется очень масштабное в стране мероприятие по празднованию двухсотлетия русского драматурга Александра Островского, сразу же как-то мысли направили в сторону Снегурочки. Так как мы не театр, у нас в этом смысле достаточно ограниченные возможности, то, естественно, у меня, как у музыковедов, всплыла в памяти партитура Петра Ильича Чайковского, который создал музыку непосредственно к премьере, собственно, вот этой пьесы. И тут, как говорится, все совпало, к тому же этот год, это не только юбилей самого Островского, но еще и 150-летие со дня создания, вернее сказать, премьеры этой пьесы. И, соответственно, и музыкальная ее составляющая тоже. И вот эти два юбилейных момента сподвигали нас к тому, что однозначно это должен быть Петр Ильич со своей пьесой. И, ко всему прочему, наш Оркестр Русских Народных Инструментов в своей библиотеке имеет бесценную, на мой взгляд, партитуру, сделанную еще Вячеславом Маховым. Основателем оркестра. Да, совершенно верно. И, безусловно, ну вот еще раз повторюсь, все совпало в пользу именно вот этого произведения. Замыслили мы его именно как музыкально-литературную композицию с вкраплением слова, потому как вы понимаете, что музыка, она не является таким сплошным, сплошной составляющей. В этой пьесе это вставные номера. И чтобы получилось нечто цельное, связанное по содержанию, по смыслу, мы прибегли к художественному слову. Ну и еще одна составляющая, которая теперь очень часто присутствует в наших концертах, это видеоконтент. Благодаря появлению у нас такого чудесного экрана, это очень, ну как бы, оживляет картинку. Мы понимаем, что нынешняя публика – это скорее визуалы, чем аудиалы. И мы прибегаем к тому, что еще используем в наших литературно-музыкальных композициях видеоизображения. Вот я общался и с разными и со слушателями, и с организаторами, и действительно этот экран поражает. Ну, не всегда, я так думаю, это удачно бывало или бывает. А здесь как раз вот настолько органично, что мне кажется, это вот как раз большая удача. Я думаю, что в следующие концерты все, кто придет в филармонию, они, конечно, увидят этот большой, огромный просто экран, ну, во весь задник. Ну, боюсь спросить, а откуда у вас такое приобретение? Кто-то вам купил или вы, может, сами приобрели, что вряд ли? Никакого секрета нет. Мы здесь очень благодарны региональному министерству культуры и, конечно же, губернатору Астраханской области, которые в рамках национального проекта «Культура» обеспечили филармонию целым рядом звуковой, звукотехнической, видеоаппаратурой и музыкальных инструментов. И вот, если позволите, у нас есть еще одно чудесное приобретение. В нашем фойе появился рояль, салон рояль премиум-класса. Мы очень рады его звучанию. И теперь у нас, ну, скажем так, появится еще одна классическая площадка в филармонии, потому как фойе мы музыкальную гостиную часто используем, но там проходят или детские программы, или танцы с оркестром. А появление рояля позволит нам делать какие-то там вечера романцев, вообще камерной музыки в этом пространстве. Я сразу почему-то у меня ассоциации возникли с Новой Мариинкой. И там тоже есть чудесный такой небольшой зальчик с очень крутыми зрительскими рядами. Но это было достаточно уютно, интересно и хорошо. Давайте перейдем, может быть, к ближайшей перспективе, а может быть, даже к отдаленной, потому что, мне кажется, это интересно будет меломанам, да и тем, кто, может быть, не знает об этом, вот узнав из нашего с вами разговора, скажет, ой, а хорошо бы мне вот в этот вечер прийти вместе с семьей или с кем-то, с друзьями, коллегами и послушать, и посмотреть. Как-то так складывается, что осень и весна наиболее насыщены по музыкальной составляющей сезоны. И вот 26 февраля мы открываем очередную такую волну, пик приезда к нам чудесных гостей-музыкантов. 26 февраля на нашей сцене выступит молодой, но подающий очень большие надежды пианист. Это Александр Ключко, победитель международного конкурса «Пианисты, композиторов и дирижеров», который проходил в Москве в прошлом 22-м году. Мы несказанно рады приезду Александра и приоткрою такую вот как бы завесу, что на самом деле переговоры с ним мы вели задолго до его победы в этом конкурсе. И так получилось, что уже когда были получены договоренности, утверждены даты, и я следила за его выступлениями в Москве на этом конкурсе, оказалось, что он стал победителем. Следующий тоже такой интересный концерт. 12 марта к нам приезжает уже наш друг, скрипач Граф Муржи, который на этот раз будет представлять не только и не столько свое исполнительское искусство, сколько две премьеры. Это будет произведение Баруха Берлинера, израильского композитора, под названием «Концерт для скрипки с оркестром Сон Иакова» и соната для скрипки соло «Один день в Буэнос-Айресе» знаменитого аргентинского скрипача Алехандро Драго. Ну и в конце марта к нам приедет целая команда. В рамках всероссийских филармонических сезонов к нам приезжает мастерская скрипичного искусства, которую возглавляет чудесный музыкант, альтист Федор Белугин. Он приедет, сам будет играть на альте, будет дирижировать нашим камерным оркестром, и вместе с ним приезжают его воспитанники. Это целая плеяда совершенно замечательных молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Дети и юноши неординарны. Это обладатели первых премий всевозможных конкурсов, включая такие, как российские дельфийские игры, дельфийские игры стран СНГ, конкурсы скрипичного искусства. Это тоже, ну скажем так, будущий золотой фонд нашего исполнительского искусства, и мы очень надеемся, что все вот эти концерты привлекут к себе внимание наших зрителей. Понятно, что мы говорим в основном о приезжих, о гастролирующих, а филармония живет своей насыщенной творческой жизнью. Это и концерт Михаила Геймана вместе с своей командой, а я обожаю джаз. Это, конечно же, сольные программы, это и камерный хор, и оркестр русских народных инструментов. Может быть, об этом вот ближайших каких-то, вот февраль-март месяц мы скажем. Потому что, понятно, лучше следить за афишей, но вот что вам в первую очередь пришло на ум? Во-первых, по поводу концертов приезжих наших музыкантов, замечу, что мы всегда так выстраиваем афишу, что практически во всех программах с приезжими музыкантами участвуют наши коллективы. С Александром Ключко будет на сцене камерный оркестр, собственно, как и с графом Муржей, и с мастерской скрипичного искусства. Но также март будет богат сольными концертами. К 8 марта подарит свой сольный концерт с эстрадно-джазовым оркестром наш молодой солист Константин Хрипушин. Также в марте представит свою сольную программу Анна Забелина, которая нащупывает такие новые экспериментальные пути и работая в сфере народного вокала, ну, скажем так, фолк, этно, а они с ансамблю Михаила Гифмана нащупали совершенно какие-то такие необычные пути. Это будет такой фолк-джаз, этно-джаз. Этно-джаз – это сейчас модное направление, а Сергей Старости нас сразу вспомнил, его новые проекты, безумно интересные. Ну, спасибо, что вам это близко, это очень приятно. Ну, и, безусловно, это концерты наших больших крупных коллективов. Так, в рамках Великого Поста камерный хор представит сольную программу о капельной музыке хоровой, которая будет называться «Дорога к Богу». Ну, в общем... Наверное, еще, извините, я думаю, мы заканчиваем, и все же, наверное, детские абонементы можно вспомнить. Да, безусловно, и, кроме всего прочего, замечу, что в марте мы будем отмечать десятилетие детской филармонии. Ну, в общем, есть куда пойти. Это Астраханская филармония, это Астраханская консерватория, это все учреждения, которые ждут слушателей, потому что, ну, в интересное время мы живем и будем жить. Спасибо вам за качественное и достаточно подробное освещение всех событий в Астраханской филармонии. И я думаю, по мере возможности мы будем с вами и так же дальше встречаться и обсуждать, ну, то, что интересно, прежде всего, нашим слушателям. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...